Несмотря на то, что утро, мы уже в Старбаксе, единственное место, я надеюсь, где есть хороший интернет в Азии. Сегодня мы будем общаться с Дмитрием, это наш клиент, который уже месяца два находится в Лос-Анджелесе. Мы помогали ему с туристической визой, я думаю, многим из вас интересно, какие его первые шаги, то есть где он работает, где он нашел себе жилье, кто его встретил, ну и общее впечатление о Соединенных Штатах Америки. Сейчас мы с ним выйдем на связь в скайпе, вот как раз он звонит. Алло, алло, да-да, Дмитрий, слышно? Я слышу вас, только не вижу. А, ну вот сейчас, если я включу видео, то совсем связь упадет. Так, сейчас, одну секундочку, подождите. Я вам так общие вопросы позадаю, хорошо? Хорошо. Так, сейчас, секунду, Дмитрий, секунду, секунду, секунду. Итак, Дмитрий, когда приехали в Соединенные Штаты, сколько по времени уже находитесь в США? Я приехал 12 февраля. 12 февраля, на чем добирались? Я прилетел через Стамбул. Москва, Тбилиси, потом Тбилиси побыл и в Стамбул, потом через Стамбул и прямо в Нью-Йорк. В ФК. Так, а сколько были в Нью-Йорке? В Нью-Йорке сколько были? А? В Нью-Йорке сколько были? В Нью-Йорке было 3 дня, по-моему. 3 дня или 4, не помню. По-моему, 3-3 дня. Понятно. Дмитрий, когда проходили границу, были какие-то трудности с открытием визы? Спрашивали, сколько денег с собой и так далее? Нет, нет, ничего такого. Просто там как бы всех проверяли на наличие каких-то сельскохозяйственных продуктов. Если что-то везешь такое, там надо было указать, что ты, допустим, везешь там, я не знаю, там, продукты питания какие-то, что-то такое было там. А так больше ничего. Понятно. Вы сейчас находитесь в Лос-Анджелесе? Нет, я сейчас в Сан-Франциско. Ага, ясно. Дмитрий, расскажите, ну вот вы приехали в Сан-Франциско. Как нашли жилье? Как сейчас ситуация с работой? Вообще и общее впечатление о Штатах? Нет, ну, впечатление, ну, не знаю, нормальное, в принципе. Жилье здесь, в принципе, очень дорогое. В Калифорнии, ну, вот в Сан-Франциско, потому что, как известно, здесь вся эта силиконовая долина, все главные штаб-квартиры всех известных фирм, они здесь. И очень много айтишников. И до этого цена на жилье очень высокая. Не знаю, там, они как называют, там, двухкомнатный бедрум, ну, двухкомнатная квартира здесь. Две с половиной тысячи долларов стоит где-то. Может, чуть подороже, не знаю, там. Мне просто, мне повезло, у меня здесь нашелся знакомый. Мы, как бы, с ним вместе в Москве работали, в бетонном бизнесе, вот. Я его перед отъездом нашел, его, и, как бы, пока у него. Ну, насчет работы, как и везде, очень, ну, надо разрешение на работу и, как бы, этот, язык. Основные припоны они. Ну, если нет ни того, ни другого, есть такие работы, вот, как, допустим, Нувинг. То есть, грузчиком перевозишь людей с одного места на другое. Вот там они платят, как бы, наличные и еженедельно. Бывает, где-то даже за каждую работу сразу отдаю деньги. И сколько получается в неделю? 12, 12-14 долларов в час. Ну, там бывают и чаевые еще там, где-то 20 долларов, где-то 30. Кому попадешь, допустим. Ага. Дмитрий, ну, вот, в среднем сколько в день получается? Ну, в среднем, там, плюс-минус, ну, где-то 80-100 долларов. Понятно. Ну, а так, цены на продукты какие в Калифорнии? Цены на продукты, вот, как говорят, ну, дорогие. Ну, здесь есть тоже такие магазины, где подороже, вот, допустим, где подешевле, где подороже. Типа, московская, допустим, пятерочки и тот же седьмой континент. Вот там можно примерно в два раза дешевле купить, допустим, в той же пятерочке. И здесь тоже, вот, есть магазин «Гроссери», вот, там дешевые продукты. Есть «Сейфвей», там, подороже, ну, вот такое вот. А так, цены вообще на все здесь, говорят, очень высокие. В сравнении, допустим, там, с другими штатами. Здесь с здешними ценами могут сравниться только Нью-Йоркские цены. Понятно. Дмитрий, ну, у вас какие планы? Остаться в Калифорнии и уже здесь, ну, осваиваться и выстраивать свою личную жизнь? Или в какой-то другой штат переехать? Ну, я, я, я думаю, пока на первом этапе, наверное, в Калифорнии. Пока просто у меня здесь вот появился товарищ, все, самое, как бы, он советы дает, там, мне легче в этом плане. Наверное, пока я здесь буду осваиваться, наверное, здесь. Вот, а может быть, не знаю, не буду загадывать, посмотрим, как. Еще вопрос, Дмитрий, а так много из Грузии людей в Калифорнии? В Грузии есть, но не сказать, как в Нью-Йорке или в Нью-Джерси. Здесь с Россией очень много, с Россией, с Украиной, с Белоруссией. Вот на этом же мувинге у нас очень много ребят, там, из России, из Белоруссии, из Киева тоже. Даже с Таджикистана есть, с Узбекистана. Понятно. Ну, вот вопрос легализации. У вас, ну, сейчас 6 месяцев вы фактически по туристической визе, а потом какие действия? Ну, не знаю, ну, будут подавать, наверное, на легализацию документами. Правильно. Ну, кстати, я думаю, я думаю, так. Ну, кстати, с Дмитрием на одном мероприятии были вот в оппозиции в Москве. Кстати, человек тоже, ну, очень трепетно относится к российской политике. Я думаю, что у вас очень будет сильный кейс, и если подавать на политубежище, то с вашей историей, с вашими мероприятиями, в которых вы участвовали, в том числе и с Яблоком, с партией, и с одиночными пикетами, я думаю, проблем не возникнет. Ну, дай бог послушать. Дмитрий, что хотели бы передать тем, кто сейчас собирается в США и вот уже фактически настроен на первые шаги и те, кто хочет переехать? Я бы хотел пожелать, чтобы никто себе иллюзии не строил, что самое главное сюда добраться. Но если человек, ну, как бы, какой-то минимум подготовки должен пройти, ну, я что называю, элементарно хотя бы по-английски что-то там бегущего остановить и что-то сказать. Вот, и еще, как бы, приготовиться к тому, что будет очень тяжело именно вот в первые месяцы, вот, в том плане, что и жилье, там, и тоска по семье, я не знаю, у кого как, вот, я своих детей представляю, вот это самое, и мне очень тяжело в этом плане, вот. Может, это уже из-за возраста, вот, мне 50 лет, ну, если 25-летний сюда приедет, наверное, ему попроще будет в этом плане. А так, в основном, ничего, ничего страшного, ничего, можно это самое, очень корректный здесь народный, доброжелательный в основном, вот. Никто тебя не осудит за то, что ты не знаешь там английский и будет предвзято к тебе относиться, ну, а так просто самому надо быть готовым, вот. К этим, та же работа, она без языка и без разрешения на работу, надо быть готовым к тяжелой работе, я что называю, вот, тот же грузоперевозки, то же самое, наверное, и в строительстве, вот, вот такое вот. Женщинам, не знаю, может, попроще будет, если они где-то там, не знаю, или нянечками устроятся, или где-то в ресторане, может, им полегнуть, ну, тоже нелегко, в общем. Ну, первое время. А так, первое впечатление очень позитивное, да, потому что в самом деле страна очень огромных возможностей, вот, тут ощущается это на каждом шагу. Ну, обратно, обратно не хотите в Москву? Или в Грузии? Я себе обратно, обратно хочу к семье, да, но я это, как сказать, я для детей, для будущего, я думаю, что если они хотят получить нормальное, достойное образование, наверное, из-за этого стоит и самому потеть, потому что я себя не реализовал ни в Москве, ни в России, в общем, ни в Грузии, тем более. Вот, а хочется, чтобы дети как-то более, как бы, образование лучше получили, и как бы по жизни реализовали себя на все что. Понятно. Все, спасибо огромное, Дмитрий. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadefisvisa.com, в нашу группу Facebook, на наши новые каналы, на наш новый сайт, это migrantdefislawyer.com. В нем как раз рассматриваются варианты, связанные с политубежищем, по территориальному режиму, по дипломатическому режиму. Всем всего доброго, пока!